ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. Первое наше упражнение – это мы идем знакомиться по кругу с детьми или со взрослыми. И, соответственно, она мимо проходит, и каждый может ее вот так вот за ушко, например, потрогать. Вот, кто-то может вот тут вот у нее за холочку тронуть, и кто-то может за бедрышко, например, также потрогать. То есть она спокойно, адекватно должна понимать, что никакой боли ей причинять не будет. Это знакомство. Юта, кажется, готова ко всему. Ее не пугают прикосновения незнакомых людей, она не реагирует на громкие звуки, а еще не должна проявлять агрессии. Уже пять месяцев вместе с хозяйкой она постигает азы – канистерапии. Волонтеры объясняют – это метод медицинской и социальной реабилитации. О лечении пациентов речи не идет. Собаки оказывают психологическую помощь своим пациентам. Благодаря соприкосновению с животным происходит какой-то такой обмен, так скажем, каких-то именно фоново-эмоционального ресурсов от животного, которые помогают человеку как-то по-другому смотреть на мир и, соответственно, лечиться, как-то исцеляться. Ольга Птицина вместе со своей подопечной по кличке Борода азы – канистерапии постигает уже десятый месяц. Специалисты благотворительного фонда «Синара» в Екатеринбурге бесплатно обучают собак и их хозяев. Борода делает значительные успехи. Сейчас ждет тестирование на собаку-ассистента. Она будет сопровождать Ольгу в качестве волонтера в детские дома, психиатрические больницы и другие социальные учреждения по всей области. Не так давно в качестве эксперимента девушка познакомила бороду со своими воспитанниками. Ольга работает с малышами в одном из детских садов. Я работаю с моими собраничными возможностями здоровья. Эта тема мне тоже близка, потому что это моя любимая работа. Мне интересно работать. И совместить свое хобби с работой – это очень классно. Своему хобби Ольга посвящает все свободное время. Она – собаковод. Помимо бороды у нее еще шесть собак. Однако по всем требованиям канистерапии подошла только одна. Вот уж действительно строгий отбор. У нас семь собак, и из всех семерых подошла только борода. Потому что борода умеет спокойно относиться к раздражителям, к разным громким звукам. Она доброжелательна к людям и к собакам. Последнее важно еще потому, что волонтеры в канистерапии стараются не работать по одному. К своим пациентам выезжают, как правило, в паре. А значит, четвероногому канистерапевту приходится работать со своим коллегой, что называется бок о бок. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.